Ребят, всем привет! Записываю это видео на камеру, поэтому не ручаюсь за качество. Но очень многие попросились высказаться на эту тему, и я хочу сказать, что 15 марта 2019 года, во второй половине дня, в городе Крайщерч на Южном острове произошел теракт. Сначала один человек и один организатор австралийского происхождения, австралийский гражданин, написал манифест на тему того, почему он хочет совершить такое действие, выложил его в сеть и отправился в мечеть для того, чтобы из огнестрельного оружия начать расстреливать людей. В сети есть, гуляют некоторые даже видео на этот счет, потому что он вел прямую трансляцию у себя, по-моему, на фейсбук странице. Его манифест также можно найти, я не буду приводить все эти ссылки, чтобы не распространять все это. Хочу сказать, что это все ужасно, и его в этом еще и поддерживали еще два человека, примерно в это же время начали атаку на другую мечеть. Это также в Крайщерче, недалеко от первой. В результате этого нападения погибло уже 49 человек, по предварительным данным. Это то, что известно сейчас на утро следующего дня в Новой Зеландии. 41 человек погиб в первой церкви, где как раз действовал вот этот австралиец, и еще 8 человек, еще 7 человек погибли во второй церкви, и один скончался в госпитале. Есть еще множество раненых. Я очень хочу сказать, что это не наша Новая Зеландия. Такого происшествия не было никогда за всю историю страны. И произошедшее, конечно, крайне ужасно. В своем манифесте человек обозначил свою идеологию таким образом, что он решил бороться, как он это называет, с вторжением граждан тех стран, у которых выше фертильность. То есть те граждане, которые больше склонны к продолжению рода, и что из-за этого белая нация, как он называет, подвергается большому риску, что она выживается со своих территорий. Это, конечно, полный идиотизм, учитывая, что европейцы приехали в Новую Зеландию далеко не первыми. Но Новую Зеландию он выбрал, можно сказать, случайным образом. В своем манифесте он указывает, что изначально Новой Зеландия не была целью. Не знаю, почему он не выбрал родную Австралию. Этого он не говорит. А Новую Зеландию он в итоге выбрал, чтобы показать, что даже в тихой, удаленной стране есть проблемы с вторжением вот таких людей, которые якобы уничтожают постепенно белую, как он это называет, расу. Нет никакого оправдания таким действиям. И это, конечно, случайность, что Новой Зеландия стала выбором этого человека. Он даже здесь не проживал. Он здесь был просто временно. Он готовил свои преступления два года. Из них буквально, по-моему, несколько месяцев. Он только был в Новой Зеландии, насколько я помню. Вот. Также хочу сообщить, чтобы не было паники, чтобы не распространялась неверная информация. Позже, в этот же день, было обнаружено две сумки на вокзале в Окленде. Вот. И для безопасности, согласно инструкциям, полиция на всякий случай оцепила территорию и уничтожила эти сумки, взорвала их. Но опасения не оправдались. Это были просто забытые сумки с инструментами. Но в целях безопасности, учитывая ситуацию, они действовали по инструкциям. Вот. Поэтому это то, что есть на данный момент. Если будет больше информации, если будут какие-то более подробные расследования, я постараюсь тоже об этом сообщить. Пока же скажу, что троих преступников задержали. И главного преступника, который должен пристать перед судом, судя по сообщениям новозеландских СМИ сегодня. Вот. И двух его подельников. Их арестовали и будут с ними разбираться. Честно говоря, я не знаю, как происходит в данный момент и в такой ситуации суд и все остальное. Потому как он все-таки гражданин Новой Зеландии. Но это дружественное нам государство. Гражданин Австралии, прошу прощения. Поэтому сложно сказать. В общем, в конце я хочу подытожить и сказать, что еще раз, что это не наша Новая Зеландия. Новая Зеландия случайно пала выбором сумасшедшего человека. Нациста, как он сам не отрицает. И человека, который якобы борется против белого геноцида, как он это указал в своем манифесте. Это страшный день в истории Новой Зеландии. Никогда ничего подобного не было. И я надеюсь, что никогда не будет. Мы пали жертвой случайного выбора. И понятно, что теперь будут к нам прикованы глаза очень многих стран. Но я хочу сказать, что новозеландцы очень поддерживают друг друга. И не только новозеландцы, но и иммигранты, которые здесь находятся и проживают. Все поддерживают друг друга. Все стараются быть рядом со своими близкими, со своими семьями. Все будут помогать, я уверен, любыми способами жертвам теракта. Те, которые смогли выжить и семьям пострадавших, и погибших. И я очень надеюсь, что Новой Зеландия станет еще сильнее, еще крепче, еще сплоченнее после этого ужасного события. Всем большое спасибо за внимание. Пока.